Хрусталь – это особый вид стекла, содержащий оксид свинца, который еще называется сурик. Именно сурик делает стекло хрусталем, придает ему сверкание и блеск в гранях бокала, ваз, другой посуде и в произведениях искусства. Также оксид свинца снижает его рабочую температуру и вязкость и придает стеклу лучшие оптические свойства. К тому же при изготовлении хрусталя образуется меньше пузырьков, чем в обычном стекле, что позволяет стеклодувам делать более прозрачные предметы. Хрустальная посуда издает более тонкий звон, в отличие от обычной стеклянной, а также чаще используется при изготовлении цветных эмалий и глазури. В зависимости от характеристик, требуемых от хрусталя, в него также добавляют оксид бария, который увеличивает показатель преломления, и другие оксиды для придания хрусталю различного цвета. Для того, чтобы узнать, как производят хрусталь, я отправился в Брянскую область, в город Дядьково. Здесь находится Дядьковский хрустальный завод, имеющий длинную историю, которая началась в конце 18 века. В 2013 году завод был на грани банкротства, но дядьковский предприниматель Сергей Авдеев выкупил то, что осталось, и начал возрождать производство. В этом ему немного помогло и государство. В 2016 году он смог получить льготные заемы от Фонда развития промышленности в размере почти 108 миллионов рублей. Кстати, заем уже погашен с процентами. Наша экскурсия начинается в этом помещении, где в миксере мешалки готовят смесь для хрусталя. Основные ингредиенты – это сода, очищенный кварцевый песок, потаж и сурик. Такая смесь называется шихта. В зависимости от требуемых характеристик будущего хрусталя, также добавляется борная кислота и различные оксиды. Перед отправкой шихты в печь следует лабораторный анализ на проверку пропорций смеси и исследование компонентов на посторонние примеси. Затем готовую шихту загружают в такой чан, поднимают его краном и засыпают в печь, которая раскалена до полутора тысяч градусов. Перейдем в основной цех, где стеклодувы выдувают хрусталь. На этом участке делают бокалы. Происходит это так. Мастер набирает стекломассу в печи, затем формирует заготовку, выдувая изделие нужной формы и поддерживает форму деревянной дощечкой и щипцами. Затем на заготовку наматывает еще стекломассу, делает основу для изделия и придает основе нужную форму с помощью деревянной ложки, которые время от времени окунают в воду. Обратите внимание, что стеклодув не выдувает изделие ртом. Для таких небольших предметов используется резиновая помпа, которая находится на конце стального инструмента. При этом процессе нужно постоянно вращать инструмент для равномерного распределения стекломассы и для того, чтобы масса, которая уже остыла до 800 градусов, не стекла вниз. Затем дутую массу помещают в такую форму, которая также вращается и помогает остудить будущий бокал еще быстрее. Изделие почти готово, чуть позже я покажу его дальнейший путь. Форма после этой процедуры охлаждается водой и очищается от возможных следов предыдущего изделия. Теперь посмотрим, как делают вазы. Это более трудоемкий процесс. Мастер также набирает стекломассу из печи в несколько заходов. Выдувает заготовку, используя мощные легкие и ложку больших размеров. Инструмент также нужно вращать без перерыва и время от времени охлаждать, потому что жар стекломассы раскаливает металл. Кстати, если меня смотрят представители мастерских, заводов, фабрик и других предприятий, то напишите мне письмо, и я сниму о вас такое же интересное видео, которое выйдет на этом канале. Стеклодув Стеклодув еще раз набирает массу из печи на заготовку, и она становится настолько тяжелой, что тут требуется помощь второго мастера. Раскаленный хрусталь формуют мокрой дощечкой и ложкой. Затем помещают в такую форму. Щипцами утончается место, где будет отверстие вазы. Заготовка вынимается из формы и вместе с инструментом помещается на стол, где при помощи такого приспособления продолжает вращаться, чтобы не потерять форму в процессе охлаждения. Это длится недолго, скоро она попадет в печь отжига. А тут находятся инструменты, при помощи которых выдувались эти огромные хрустальные шары. Остатки сырья позже попадут обратно в печь. Мастер делает надрез у основания вазы, чтобы легче было отколоть изделие перед помещением в печь отжига. А здесь делают колеса для хрустального паровоза, которые я покажу вам чуть позже. Расплавленная масса попадает в форму, мастер отрезает лишнее, придавливает инструментом и выбивает раскаленное хрустальное колесо из формы. Далее следует очистка формы с сжатым воздухом и повторение увиденного. А так откалывают от инструмента заготовку бокала, производство которого мы видели ранее. Это печь для отжига, которая позволяет снять внутреннее напряжение хрусталя за счет последовательного и контролируемого нагрева и охлаждения. Продвигаясь внутри печи, заготовки остужают с постепенным понижением температуры до комнатной. От помещения хрусталя в печь отжига и до осмотра контролера ОТК на предмет брака проходит несколько часов. По пути из горячего цеха в цех первичной обработки находятся заготовки ваз. Да, все эти шары скоро станут гранеными вазами. Для работников завода установлен аппарат с газированной водой и с водой без газа. Такой же вы могли видеть на заводе из прошлого ролика про производство кабеля. После полного охлаждения контролер отдела технического контроля проверяет заготовки на брак. В изделиях не должно быть пузырьков воздуха, микроточек, трещин и прочих дефектов. На этом этапе остывшие заготовки бокалов лишаются своих крышек, за которые их держали во время выдувания. Мастер делает круговой надрез заготовки закрепленным на столе стеклорезом и помещает ее на вращающуюся подставку, над которой горит огонь из горелки. Огонь раскаляет линию надреза и место соединения крышки и бокала трескается. Лишнее убирается в тележку и заготовка бокала опять попадает на линию контроля. Кстати, давайте посмотрим, куда девается среза наверх. Работник завода отвозит их в соседний цех и выгружает в машину, которая перемалывает хрусталь в бой. Так он выглядит после измельчения. Позже он попадет обратно в печь в добавление к шихте, чтобы еще раз попробовать стать вазой, бокалом или фужером. Здесь можно видеть деревянные формы, которые использовались для штучных заказов на фабрике. Такие формы по сути одноразовые, в отличие от тех, что находятся в цеху. Вернемся обратно в цех обработки. Острые кромки хрустальных заготовок, которые образовались после срезки лишнего и дно, шлифуют и полируют на нескольких обдирочных кругах. После чего опять следует контроль качества и упаковка изделий для отправки на следующий этап. В следующем цеху обработки заготовки обретают те самые грани, на которых будет играть свет. Мастера размечают маркером рисунок огранки на гладкой заготовке, после чего инструментом вырезаются грани или особый рисунок. Для того, чтобы убрать матовый оттенок на местах выреза граней, хрусталь необходима обработать едкими кислотами. Изделия помещают в такие кассеты, а их ставят в барабаны, которые поочередно опускают в ванны с серной и втористо-водородной кислотой. Как мне сказали специалисты, при этом процессе выделяется едкий пар, который может испортить линзы на объективе, сделать их матовыми. Уже были прецеденты при съемках для телеканалов, поэтому в этот раз в ваннах только вода, чтобы показать, как происходит этот процесс. В реальности после обработки кислотами изделия промываются в ванне с обычной водой, после чего хрусталь просушивают, опять проверяют на контроле качества и упаковывают. После завода я посетил музей хрусталя, в котором были интересные образцы хрустальной посуды, произведенные в разные годы существования производства от 19 века до наших дней. В магазине, который находится рядом с заводом, можно увидеть весь ассортимент продукции, произведенной местными стеклодувами, начиная от хрустальных тарелок, ваз и прочей посуды, до икон, пистолетов и различных сувениров. А в торговом центре в Дядьково около 4000 настоящих хрустальных плафонов в люстрах. В местном храме также располагается единственный в мире хрустальный иконостас. Теперь и вы знаете, как делают хрусталь. Спасибо всем за просмотр! Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, как это сделано и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Аслан, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok